Доброе утро и сердечный привет! Добро пожаловать на заключительный день наших занятий герменевтикой. Сначала давайте вспомним то, о чем говорили на прошлых занятиях. Итак, слово герменевтика, греческий глагол херменю, и слово герменевтика, обозначающее дисциплину. Что оно обозначает по-русски? Толкование. Толкование. Херменю. Толковать и столковать. И слово-то вообще говоря из языческого происхождения. Откуда оно происходит? Пожалуйста. От гермеса. Гермес – языческое, древнегреческое божество, функции которого, среди прочих, была в том, чтобы передавать информацию, сообщения от бога. От богов к человеку. От олимпийских богов к человеку. Но герменевтика священного писания, конечно, это не передача сообщений от олимпийских богов. Это передача Слова Божия и толкование Слова Божия, которое дал нам единственный живой, сущий живой бог. Мы даже вспомним, наверное, что Ермием или Гермесом назвали одного из апостолов в Новом Завете. Правда, назвали, конечно же, язычники. Кого именно? Павла. Совершенно верно. Они назвали Павла Гермесом, пытались ему жертву принести, за что Павел и Варнава их, в общем-то, остановили и сказали им о том, что вы такое делаете. Почему важно истолковать священное писание? Нельзя прочитать Библию просто так. Прочитать, конечно, можно, но правила герменевтики нам нужны для того, чтобы найти подлинное значение, которое имел в виду автор. Есть несколько преград, которые стоят между нами и библейским текстом. Давайте коротко назовем эти преграды. Пожалуйста. Первоначальное значение. Ну, первоначальное значение мы сейчас перейдем. Какие именно преграды? Что отделяет нас? Потому что первоначальное значение нас не отделяет, а то, что мы должны найти. Да, нам не хватает знаний. Нам не хватает знаний, в частности, знаний исторических, знаний культурных, знаний социологических по тому времени, да, знаний порой географических. В конце концов, нас отделяет то, что священное писание написано не на русском языке, а на других языках. На каких трех языках, быстренько? Не знаний подлинных языков. Арамейский, еврейский, греческий. Да, обычно мы говорим еврейский, арамейский, греческий, потому что на армейском не так много текста написано. Совершенно верно. То есть, все вот эти моменты нас отделяют от священного писания. И мы говорили о некоторых основных вопросах герминевтики. Ведь герминевтика сводится к тому, чтобы найти первоначальное, исходное значение священного писания. И первый вопрос герминевтики, который мы с вами озвучивали. И первый такой водораздел между различными представителями, представителями различных школ герминевтики. А есть ли что искать? Существует ли вообще у текста это первоначальное значение? Или, по большому счету, каждый может видеть в тексте то, что хочет и будет совершенно прав? Второй вопрос, который мы с вами разбирали. Да, и мы пришли к тому, что евангельские христиане, консервативные христиане, естественно, видят в тексте первоначальное значение. Естественно, считают, что да, у библейского текста есть тот смысл, то значение, которое в него вкладывал первоначальный автор. Так мы ответили на первый вопрос. Второй вопрос был, кто главнее в процессе интерпретации или кто главнее, кто определяет значение прежде всего, автор или читатель? Автор, то есть мы пытаемся восстановить то, что он сказал. Или читатель, мы пытаемся записать те чувства, те ощущения, которые возникают у нас при чтении Библии. Как мы ответили на этот вопрос? Тоже главнее для консервативных исследователей. Конечно, автор. И мы, однако, сказали, что не все с нами в этом согласны. Третий вопрос, который мы с вами разбирали, это главенство прямого основного значения текста. Мы говорили о том, что есть переносное толкование, мы говорили о нескольких типах толкования, мы говорили о том, что евангельские христиане исторически принимали и принимают, что Библия имеет одно главное толкование, основное толкование. Бывают и другие. Но пока мы не нашли основное толкование, пока мы не нашли прямое толкование Священного Писания, в общем, у нас ничего не получится. Мы говорили о безошибочности и авторитетности Священного Писания, когда говорили об этом мало, поскольку этот вопрос разбирался в других курсах. Мы сказали, однако, что наша герменевтика опирается на учение о безошибочности, безупречности, непогрешимости Священного Писания и о его полном авторитете во всех вопросах, которые в нем рассматриваются, а не только в вопросах спасения, в вопросах веры, во всех вопросах. Дальше мы с вами говорили об истории герменевтики. Мы с вами, в частности, вспомнили подходы различных школ герменевтики. Какие черты были характерны для еврейского, раннееврейского чтения, раннееврейского толкования Писаний? Мы называли эти черты. Что пытались сделать евреи, толкуя Священное Писание? Помните, мы говорили о их буквализме? Они пытались подвести к букве Закона. Они рассматривали слова, они числа делали из слов, они переставляли эти слова, переставляли числа. Да, они научили нас обращать внимание на деталь, но при этом выяснилось, что порой они за деревьями не видят леса. То есть за деталями они упускали сущность главную. Мы говорили дальше о фигуре Августина в толковании Священного Писания. Это все понедельник и вторник, наши установочные занятия. И мы говорили о том, что Августин был человеком весьма противоречивым. В чем его положительный вклад и в чем его отрицательный вклад в толкование? Что он сделал такое, чем мы пользуемся до сих пор? Он определил правила. Да, 12 шагов, но у него нет прямо 12 шагов сформулированных, но он в разных своих произведениях их формулировал. И это можно все свести к как раз 12 шагам. Значит, к 4 потом. Это то, что он делал. А вот то, что он говорил, то, что он говорил, да, это 12 шагов. И вот эти 12 шагов интерпретации, толкования, это, собственно говоря, практически правила современной герменевтики. Если кто-то не вспомнит, вернитесь, пожалуйста, к лекции по истории герменевтики. Мы эти шаги перечисляли. Но это он говорил. И это было в плюсе. На самом же деле, в своем толковании он от этого буквального принципа ушел и выработал 4 принципа, 4, скажем так, грани, 4 подхода к интерпретации всего текста Священного Писания. Эти 4 подхода потом были главенствующими на протяжении всего Средневековья и аж до Реформации. Давайте вспомним эти подходы. Каждое место Священного Писания имеет 4 смысла. Если кому-то для этого нужно пошуршать мозгами, бумажками, пожалуйста. Аллегорический. Буквальный, нравственный, нет, психологического не было. Аллегорический. Аналогический. Аналогический это что? Проводим аналогию. Аналогический принцип у него всегда указывал в будущее. Да, совершенно по аналогии. Буквальный, нравственный или этиологический. Аналогический и аллегорический. То есть вот эти 4 подхода. И мы с вами смотрели, как эти 4 подхода использовались для интерпретации различных мест Священного Писания. Концепции Священного Писания. Мы говорили о том, что именно квадрига, именно эти 4 подхода были главенствующими методами интерпретации на протяжении всего Средневековья. И закончилось это в период реформации. Какой подход выделил Лютер в качестве основного и потом уже Звингли и Кальвин пошли за ним? Буквальный. Хотя Лютер встал перед одной проблемой. Проблема заключалась в том, что при буквальном подходе и при христологии Лютера было не совсем понятно, что делать с Ветхим Заветом. Потому что, если нужно понимать буквально, значит, к чему тогда относится Ветхий Завет и самое главное, зачем нам Ветхий Завет? Лютер увидел, что главный смысл Ветхого Завета, это Ветхий Завет говорит о Христе. И, соответственно, пытался в каком можно большем числе Ветхозаветных фрагментов увидеть, найти Иисуса Христа и найти благодать. Вот благодать в той или иной книге. Это очень важная такая германифтическая задача лютеран, лютеранских христиан. Поэтому это обязательно нужно увидеть, обязательно нужно найти, потому что важно показать, что Ветхий Завет пропитан благодатью. А дальше уже реформационное богословие, реформаторское богословие, реформаторская интерпретация германифтика начинает расширяться. Да, буквально это смысл, это хорошо. Это хорошо. А что произошло в решении вопроса о том, кто может заниматься германифтикой после реформации? Как взгляды церкви до реформации и после реформации по этому вопросу различаются? Вот до реформации. Кто в основном занимался германифтикой? Толковать могут только отцы церкви, только избранные? Вообще говоря, вы правы, толковать могут, по-настоящему толковать могут только отцы церкви. Все остальные подчиняют свое толкование, толкование отцов церкви. Другое дело, что давайте все-таки отдадим себе отчет. Отцы церкви, разные отцы церкви толковали по-разному. Поэтому нужно еще решить, каких отцов выбираем. И складывались традиции. Собственно говоря, в некоторых церквях так происходит до сих пор. Складывались традиции о том, каких отцов выбирать. Что произошло после реформации или в ходе реформации? Ключи от истины у Бога, а не у церкви. Соответственно, человек, исполненный святым духом, может читать, толковать священное писание, пользуясь определенными экзогетическими принципами, принципами толкования, и, естественно, будучи вводимым святым духом. Да, мы сверяем свое толкование с толкованием других христиан, будь то отцы церкви или серьезные комментаторы, но право толкования принадлежит каждому, в ком живет святой дух. Вот это важная перемена в толковании. Ну, ведь тогда возникает искушение, каждый действительно толкует по-своему. И чтобы противостоять этому искушению, делается акцент на историко-грамматическом методе толкования. Историко-грамматический метод толкования. Скажите, пожалуйста, на что ориентируется историко-грамматический метод толкования? Из чего мы исходим? Мы исходим, а, из нашего собственного чувства или ощущения по поводу текста, б, из того, что пишут известные комментаторы и отцы церкви, в, из исторической основы грамматического строя и лексического значения вот этого текста, или г, из прагматических соображений, то есть мы толкуем так, как нам в данном случае удобно. В. Все-таки в, все-таки третий вариант. Мы исходим из анализа исторического фона, мы исходим из анализа стиля, мы исходим из лексического анализа текста. Вот мы исходим из текста, а не из чего-то еще. Уверяю вас, иногда наше... Иногда толкование оказывается для нас неудобно. Но тогда вопрос, а правильно ли мы толковали? Может быть, там какие-то другие ошибки допущены? Но отрицать толкование просто потому, что оно нам неудобно, мы не можем. Вот это, собственно говоря, одно из важнейших завоеваний реформации. Дальше мы с вами говорили о ключах к толкованию, о некоторых моментах, которые мы должны учитывать, толкуя Священное Писание. И мы видели процесс толкования, мы его неоднократно уже повторяли. Помните, мы задаем вопросы. Мы выясняем обязательно исторический фон, культурный фон. Мы выясняем, кто говорит, кому говорит, при каких обстоятельствах. Мы обращаем внимание на детали. Но за этими деталями стараемся не упустить общую картину, большую, что называется, картину. Мы выстраиваем контекст. Мы рассматриваем каждое место, каждый фрагмент Священного Писания в контексте. И по большому счету экзамен по герминевтике, экзамен по толкованию. И это даже не теоретическое воспроизведение неких истин, неких правил толкования, а умение применять эти правила на практике. Например, когда мы видим, что богословское учение сформулировано на основе одного стиха, а одного, к тому же, может быть, не очень ясного фрагмента Священного Писания. Что мы по этому поводу можем сказать? В чем ошибка такой формулировки? Почему такая формулировка, скорее всего, будет ошибочной? Да, на основе непонятного стиха, или одного стиха, тем более, не очень ясного стиха, никак нельзя делать богословские выводы. Откройте, пожалуйста, Первое посланное Коринфянам, 15 глава, 29 стих. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Вот. Значит, что вы мне скажете, если на основании этого стиха я предложу ввести в церквях новый порядок, новое установление. Ну вот, есть у вас неспасенные родственники? Наверное, есть, причем родственники, которые уже умерли. Я вам предложу, я скажу, смотрите, был вариант креститься за мертвых, и люди крестились за мертвых, значит, мы в нашей церкви вот такое новое правило такое ставим. Если кто-то из ваших родственников умер, так и не приняв Христа, вы можете за этого человека принять крещение и провозгласить веру за него и вместо него. Ну, дабы извлечь какую-то практическую пользу, мы еще можем определенную таксу, значит, расценки на это дело установить. Ну, дабы эффективнее было. Хотя с расценками это уже совсем скользко, не надо. Вот, если я такое установление сделаю, что вы по этому поводу скажете? Ой-ой-ой, а что ж такие ветхозаветные правила в новозаветной диспенсации применяете? Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Я же здесь пенсационалист, а вы, наверное, нет, поэтому можно. Так, а в чем проблема будет? Некоторые вещи противоречат этому постановлению пастора будут. То есть человек должен в крещении, креститься или нет, принимать сам. С чего вы так решили? С чего? Есть некоторые вещи, например, Господь говорит, что крещение – это обещание Бога доброй совести. Как мертвый может ее обещать? Как мертвый что-то может пообещать. Дальше, по учению Иисуса Христа, человек, который принимает крещение, он научен, он как бы возрожденный человек, он в принципе сам принимает решение сделать этот шаг. Ну вот, Валерий Николаевич, вы поступили совершенно здраво. Вы в ответ на такое мое предложение обратились к другим местам священного писания и показали, что вот это учение, которое мы видим в 15-29, 1 Коринфянам 15-29, даже не учение, а это указание на некую практику ранней церкви, которую мы видим в 1 Коринфянам 15-29, не соответствует другим местам священного писания. Понятно, что 1 Коринфянам 15-29 – это один из сложных, может быть, темных, не очень доступных стихов. Можно повторить вопрос след за Павлом. «Слушай, а правда, Павел, а что они делают? Зачем они крестятся до мертвых?» Вот он так спрашивает риторически, а для нас этот вопрос – это не только риторически. Но правило толкования таково, что на основе одного стиха, тем более не очень понятного стиха, богословских выводов мы делать не можем, на поддержку других стихов. Пойдем дальше. Ну, это с крещением за мертвых или для мертвых. «А как быть самовением ног?» Иоанна 13 глава. Давайте также попробуем, потому что все хорошо, прямой контекст, и нам необходимо строить богословие на нескольких стихах и все прочее. Это здорово. Но вот в 13 главе Евангелия от Иоанна Иисус омывает ноги своим ученикам. Более того, он говорит об этом, как о некой заповеди. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» И 13 стих. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь и учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Рассмотрите этот фрагмент вместе с вечерей Господней. Тем более, время в служении Иисуса Христа. Рассмотрите этот фрагмент вместе с вечерей Господней. Тем более, речь идет о практически том же самом времени в служении Иисуса Христа. А в Евангелии от Матфея, 26 глава, заповедь вечерей Господней. Такое ощущение, что в Евангелии от Иоанна, 13 глава, заповедь омовения ног. Скажите, пожалуйста, кто, собираясь вместе с другими христианами, с другими братьями и сестрами, кто из вас омывает друг другу ноги? Вот подвязывается полотенце, берет таз и омывает ноги. Да, есть такое, в некоторых церквях такое обычай есть? Подождите, тогда я перестаю понимать. Я реально перестаю понимать. Так это заповедь Божия или это обычай? И объясните, пожалуйста. А что ж это обычай-то, если он говорит, что и вы будете омывать ноги? Раньше ходили в сандалиях, в песок. Ну хорошо, давайте руки друг другу омывать. Что ж мы под краном, сами моемся, давайте друг другу. Леонид Николаевич, можно ли вам сегодня руки помойли, шею намыли? Да, с удовольствием. Шею намыли, да. Значит, ну вы мне тоже, правда, намыли, поэтому я еще подумаю, если ты раз. Нет, нет, нет. Вот, так вы сказали обычай, потому что другая ситуация и так далее. Скажите, ну а почему тогда мы не говорим, что, допустим, вечер Господний – это обычай? Почему это все-таки заповедь? Может быть, да, а может быть, можно вместо того, чтобы есть хлеб и пить вино, может быть, можно есть пиццу и запивать кока-колой? Ну, наверное, здесь не только это место писания, но уже брать. Это нужно брать несколько мест из Евангелия о том, где Иисус учит служить друг другу. И о том, как мы должны жить в мире, в любви, в согласии. Как мы должны помогать друг другу, как мы должны носить времена друг другу. Вот, это комплексно и так выглядит. Может быть, такой у меня ответ. Может быть, потому что это потом не практикуется и не продолжается в церкви, в ранней церкви. Так может, это ранняя церковь виновата? В библии это говорит об этом. Может, они практиковали, только не написано. Да, про вечер у Господня написано, что практиковали. А здесь ничего такого нет про омовение ног. Так вот, некоторые церкви решают, что все-таки тех слов, которые здесь сказаны, достаточно. Понятно, что это заповедь. И омывают ноги, несмотря на то, что сейчас другая культура, другая жизнь. Другие говорят о том, что нет, это принцип, который просто описывает. Здесь описываются конкретные события, но из этих событий наша задача сделать вывод и вывести некий принцип. Принцип служения друг другу. Вот разные христиане одно и то же место, считаю, получают несколько разных результатов. Еще плюс Петр высказал мнение о том, что это было обычным делом в иудейских домах. То есть, когда человек приходил, ему омывали ноги. Только омывали, конечно, слуги. Да, омывали слуги. А Иисус выступил здесь слугой и дал нам понять, что мы должны служить друг другу. То есть, принцип служения. Духовный смысл данного текста, внутренний. В конце концов, принцип служения может выразиться в том, что вы, приходя к другому человеку, после обеда совместно моете посуду. Вот можно не ноги, можно посуду. Уверяю вас, она такая же грязная, а то и грязнее. А почему вы, нет, я с удовольствием помою вам посуду, если вы мне пригласите на обед. А, так это у вас, если, да, я с удовольствием помою ноги, если они чистые. А как же я знаю, узнаю, что у вас грязная посуда. Понятно, хорошо, да, я вас просто приглашу посуду помыть. Пожалуйста, пообщаемся. А, пообщаемся, пообщаемся. Вот, да, вот такие моменты бывают. Кстати говоря, на практике тоже есть сегодня уже есть церкви, достаточно много, которые во время хребопреломления, вместо вирусов, вина использует виноградный сок. Ну, правда, даже, на самом деле, что только не используют. Я, принимая хлебопреломления в таких церквях, неоднократно ощущал, что это был виноградный сок с добавлением яблочного. Вот, да, и вопрос, нарушается ли заповедь священного писания, да, обязательно это вино или не обязательно это вино. А вопрос, на самом деле, тоже германефтический. И тут бывают и свои забавности. Рассказывают про пастора, который читал стих Евангелия от Матфея, но он решал, что там буква ЙО, а не Е. Не пейте от нее все, от чаши, а пейте от нее все. И считал, по-посему, своим священным долгом допить все, что из чаши хлебопреломления не допил. Так это каждому по чаши, да, тогда и выходит? Нет, он другим помогал. То есть он просто после хлебопреломления допивал все оставшиеся. Ну, последний, да, последний. Да, вот мне был пейтер. Чаши побольше было. А здесь, с точки зрения греческой, это совершенно не обоснованно, потому что там род совершенно понятен. Вот, все, а не все. Вот, значит, и так прямое значение, непосредственное значение доминирует. Мы имеем возможность его найти. Мы пользуемся для этого контекстом. Мы пользуемся для этого также исследованием лексическим. Какие инструменты нам нужны для исследования лексических единиц, для исследования слов. Помните симфония, словари, компьютерные программы, которые помогают выполнить эту работу. Мы говорили о важности знания, хотя бы какого-то знания оригинальных языков или использования инструментов, позволяющих нам работать с исходными оригинальными языками священного писания. Мы говорили также о типичных ошибках, которые возникают на этапе лексического исследования слов, лексического исследования текста. Вспомните, пожалуйста, какие ошибки мы назвали. Или вспомните, или посмотрите в своих записи. Ложная этимология. Когда слову на основе его этимологии приписывается значение, которое оно не имело. Да, или... Хорошо, хорошо. Еще? Анахронизм. Анахронизм. Когда слово используется в значении, бывшем в другое время. Например, мы приводили пример со словом дюномис. Сила. И иногда говорят о том, что это взрывная сила, но как динамит. Но динамит появился позже. И не всякая сила взрывная. Что-то еще помните? О чем еще мы говорили? Синонимы. Синонимы. Проблема синонимов. Проблема заключается в том, что далеко не всегда синонимы имеют... Что далеко не всегда вот это различие в значениях синонимов столь важно. И тут возникают спорные вопросы. Когда одни интерпетаторы говорят, что здесь это важно, а другие считают, что это не важно. Хорошо. Дальше мы с вами говорили о богословских аспектах Священного Писания. Интерпретации Священного Писания. Вот в идеале, что происходит сначала? Что было раньше? Курица или яйцо. Понятно, что курица, потому что Бог курицу создал. Но в идеале, что было раньше? Были наши богословские взгляды, сформулированные богословские взгляды? Или истины, записанные в тексте Священного Писания? Что сначала? Наше богословие или библейский текст? Начало библейский текст, и уже из него формируется наше богословие. А на практике каждый из нас носит определенный багаж, с точки зрения которого мы интерпретируем, толкуем Священное Писание. И этот багаж, в частности, богословский. Мы выделили две богословские позиции, которые оказывают наибольшее влияние на интерпретацию Священного Писания. Это какие? Давайте вспомним эти жуткие слова длинные. Диспенсационализм, ковенантное богословие. Ковенантное богословие, или богословие завета. Диспенсационализм и богословие завета. Какое из этих двух учений подчеркивает прерывный характер, изменяющийся характер отношений Бога и человека? Отношения эти распадаются на несколько периодов, причем довольно много разных периодов. Диспенсационное богословие. Какое из этих богословий подчеркивает непрерывный характер отношений между Богом и человеком? Второе. Богословие завета. Мы говорили о плюсах и минусах каждой богословской теории, и мы видели, как эти теории влияют на наш подход к Священному Писанию. Например, если человек читает Ветхий Завет, Ветхий Заветный фрагмент, и говорит о том, что, ну знаете, этот текст был сказан, эта заповедь была дана в Ветхом Завете, она обращена к Израилю изначально, в Новом Завете она нигде не повторяется, и ее действенность ограничена временами закона. А сейчас, во времена благодати, она уже не является, ее уже не стоит претенавать действенной. То какой из этих богословских школ, скорее всего, принадлежит интерпретатор, предлагающий такое толкование? Вот только для Ветхого Завета, только для Израиля в Новозаветные времена, в Новозаветном домостроительстве это уже выглядит все по-другому. Так скажет сторонник какого из этих богословских учений? Диспенсационализм, да, это слово, которое тяжко произносить, вот, но богословское учение, которое имеет основу под собой. Итак, обсудив вопросы богословия и влияние богословия на интерпретацию, мы говорили также о практическом, о нашем практическом, что называется, богословии. О том, как порою, вместо того, чтобы читать тексты, находить ответы на вопросы, мы пытаемся на основе библейского текста доказать некое уже существующее наше предмнение. То есть, мне надо вот это доказать, и я библейские фрагменты, библейские тексты подвожу под эти доказательства. Вместо того, чтобы читать Библию и вычитывать, находить то значение, которое там есть, я вчитываю или дописываю, как бы, значение в библейский текст. Мы говорили о недопустимости такого подхода. Затем мы с вами говорили о литературных приемах, о художественных приемах, в частности, об образном языке. Мы сказали о том, что образный язык наиболее типичен для одной из форм библейского текста, одного из жанров библейского текста. Это какой жанр? Поэтический. Для поэтических текстов наиболее очевиден образный язык. Мы говорили о том, что все же смысл буквального толкования или принцип буквального толкования остается и работает. Мы толкуем буквально, если нет серьезных оснований толковать образно. Мы также увидели, что иногда буквальное или образное толкование представляет для нас проблемы. Затем мы с вами смотрели различные жанры, библейские жанры, особенность толкования в этих жанрах. И сейчас мы с вами подошли, и в прошлый раз мы начали о нем говорить, мы начали говорить о жанре пророческой литературы, пророческих текстов. Мы сказали о том, что пророки были людьми, функция которых как раз передавать волю Божию человеку. Не столько объяснять будущее, не столько предсказывать будущее, хотя и предсказания будущего тоже есть, а сколько сообщать о том, передавать ту информацию, которую хочет передать Бог. Часто эта информация сводится к тому, что в случае дальнейшего непослушания Богу человека ждет наказание или страну ждет наказание. Если же будет послушание, и всегда у пророков, по подавляющей большинстве пророческих текстов это есть, если будет послушание и покаяние, то будет и прощение. Мы говорили о пророке, который вот этот основной принцип пророческой литературы и пророческого служения никак не мог принять. Он не хотел прощения, не хотел покаяния для достаточно мерзкого с его точки зрения народа. Это что за пророк был? Да, мы говорили про Иону и видели на примере Ионы, как вот это работает. Мы говорили в связи с пророками также о том, что служение пророков нужно изучать в контексте времени. Надо посмотреть, какой царь был в это время, какие священники были в это время, где на севере или на юге этот пророк находится. Что это? Это время уже пленения? Это время перед пленением? Какое именно это пленение? Тогда мы поймем ту среду, те обстоятельства, в которых эти пророки жили и в которых они несли свое служение. Это достаточно сложная работа, но необходимая. Без этой работы действительно служение пророков понять невозможно. Продолжение следует... Продолжение следует...